День позора британского государства, так сказал премьер-министр Великобритании, принося извинения за страдания и смерть людей, зараженных опасными болезнями в процессе переливания донорской крови. В Лондоне опубликовали доклад, который поставил точку в настоящей детективной истории о врачебных ошибках и манипуляциях. Мой коллега Ярослав Стешек расскажет подробности этой истории. Десятки тысяч пациентов получили смертельно опасные инфекции через зараженную кровь, а власти скрывали правду несколько десятилетий. Самая смертоносная катастрофа в истории работы Государственной службы здравоохранения Великобритании с момента ее основания окончательно расследована. Обработано более 100 тысяч документов и показания 5000 свидетелей. По всей Великобритании взрослых и детей лечили в больницах и дома кровью и ее компонентами, и в результате действий Государственной службы здравоохранения более 30 тысяч человек были заражены смертельно опасными вирусами. Уже умерли 3000 человек. И это число растет каждую неделю. События имели место еще в 70-х годах прошлого столетия. Многие из зараженных тогда британцев болели гемофилией, нарушением свертываемости крови, и получали новое лекарство, импортируемое из США. Препарат создавали из плазмы крови доноров высокой группы риска, в том числе американских заключенных, получавших деньги за донорство. Так, множество людей, в том числе дети, заразились гепатитом, ВИЧ и другими опасными инфекциями. К сожалению, эти заражения произошли потому, что представители власти, врачи, центры переливания крови и сменяющееся правительство не ставили безопасность пациентов на первое место. Они упустили из виду, что было известно о риске заражения вирусными инфекциями через кровь. Для изготовления препаратов использовалась плазма тысяч доноров, что при отсутствии контроля за тестированием донорского материала увеличивало риск заражения всей партии лекарства. Но чиновники и медики, ответственные за заражение, пытались скрыть скандал, а некоторые даже уничтожали документы о своих действиях. Иногда зараженным людям с опозданием сообщали о том, что произошло. Я хочу знать, кто знал, что они знали и когда, и можно ли было это предотвратить. Глава правительства Риши Сунак заявил, что результаты расследования должны потрясти британскую нацию до глубины души. Было известно, что медицинский препарат инфицирован, но предупреждения были неоднократно проигнорированы. Люди, облеченные властью и доверием, неоднократно имели шанс остановить передачу этих инфекций. Тогда тема ВИЧ-инфекции была страшной и стыдной. О ней старались не говорить. Сейчас семьи пострадавших и погибших вместе проводят информационную кампанию о заражении через кровь. Мой отец в 70-х годах один воспитывал пятерых детей, и я думаю о нем только с восхищением. Британский премьер принес пострадавшим и их семьям искренние и недвусмысленные извинения за действия властей. От службы здравоохранения до государственной службы и министров в сменяющихся правительствах на всех уровнях люди и учреждения, к которым мы доверяем, оказались абсолютно непригодными. Правительство готовит пакет компенсаций примерно на 10 миллиардов фунтов. Это почти 13 миллиардов долларов. Создано специальное правительственное управление. Во вторник назначен его специальный представитель. «Правительство и государственная служба здравоохранения обязаны обеспечить опеку над нами. Они заразили нас, вынесли нам смертные приговоры. Мы не должны стоять в очередях, чтобы пройти обследование. И самое лучшее обслуживание должно быть доступно по всей стране, чтобы не было лотереи, в какую больницу ты попадешь. Пока это не сделают для зараженных, чтобы предотвратить часть ранних смертей, деньги ничего не значат, и слова ничего не значат». Трагедия десятков тысяч британцев не уникальна для всего мира. Например, в Советском Союзе первая вспышка ВИЧ-инфекции произошла в Калмыцкой Элисте из-за многоразового использования зараженных игл в детской поликлинике. А сейчас СМИ публикуют множество репортажей о массовых заражениях ВИЧ и гепатитом в российских больницах из-за нарушения санитарных правил и халатности. Ярослав Стешик для программы Вот так.